С момента своего основания судьба газеты «Видновские вести» неразрывно связана с жизнью нашего муниципалитета. Все 90 лет печатное издание создавало летопись района. Менялись названия, объем, полиграфическое исполнение, тематика публикаций. Но главное, газета всегда была очень близка жителям. Мы большой акцент сейчас делаем на интернет-ресурсы. Я думаю, как все печатные СМИ, мы понимаем, что бумага, к сожалению, не вечна, и рано или поздно она уйдет. Поэтому мы стараемся свои силы направить, в том числе, на наш сайт, на наши соцсети. Сейчас в «Видновских вестях» 12 сотрудников. Корреспондент Мария Кузьминкова пришла работать в редакцию два года назад. Стать журналистом Мария решила еще в юности. Мне казалось, что это такая весьма авантюрная, интересная, захватывающая профессия. Я не ошиблась. Маргарита Штыркова в газете совмещает две должности. Она фотограф и специалист по компьютерной верстке. Ее любимые темы – детские праздники и различные развлекательные мероприятия. Мне вообще вдохновение очень долго приходит. Сидишь и думаешь. Сидишь и чем-то вдохновляешься. Смотришь какие-то примеры. Я не знаю. Ищешь в интернете похожие картинки, приходит. А у нас можно сделать вот так, только не так, а по-другому. «Видновские вести» выходят два раза в неделю. Во вторник и в пятницу. За последнее время тираж газеты увеличился. С 8 тысяч экземпляров до 50 тысяч. Появились и нововведения. После преобразования района в округ, печатные здания поселений закрылись. Теперь о новостях на этих территориях можно будет узнавать из приложений «Вестей». Теперь у нас будет приложение газеты «Видновские вести». И буквально в эту пятницу выйдет территория, она будет так называться территория, территория Горки-Ленинский. Это вот первый выпуск, который мы делаем. Но в следующем будет территория Булатникова, территория Володарки. То есть, ну, это тоже развитие для нас. Сегодня газета «Видновские вести» по достоинству занимает одно из самых значимых мест среди средств массовой информации Ленинского городского округа. Больше интересных тем, классных героев, возможно, в чем-то стабильности. И нам бы, как коллективу, хотелось бы уверенности в завтрашнем дне и более плотного сотрудничества и понимания со стороны наших героев, тех, с кем мы общаемся. Несмотря на солидный юбилей, издание еще очень молодое, напористое, энергичное, с отличной командой, способное преодолевать любые трудности. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Витнет-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok